Привет, друг! С тобой Аван, мы продолжаем играть на сервере Радмир, второй сервер, всё как всегда. И сегодня я вам расскажу, как же можно перенести винил с любого сервера Радмира на твой, и как можно скопировать винил и скинуть твоему другу. Интересно? Тогда присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А я перед началом данного ролика хотел сказать, что если вы не играли на этом сервере, то вводите мой промокод при регистрации и получайте 20 тысяч долларов на свой баланс при достижении третьего уровня. Знаешь что, прошло всего лишь 3 дня, и за 3 дня вы как в Волге собрали просто 67 лайков, я вам очень благодарен. Конечно, там за 2 дня собралось 50 лайков, и я как обещал, сейчас вам покажу, как можно скопировать любой винил с любого сервера на твой, именно Радмир. Эта инфа достаточно полезная, поэтому я надеюсь на твой царский лайк, на твою царскую подписку, ведь наша цель 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. Давайте, пацаны, присоединяйтесь к нам в братву, нажимая на колокольчик, чтобы всегда смотреть ролики первыми. Ну а что, сегодня мы поделим ролик, как всегда, я вам расскажу суть, потом покажу, и как бы заключение. Так что погнали. Суть в том, что, например, ты играешь на сервере, видел какой-то винил, ты его хочешь сохранить, да, но сохранить иногда нужно как бы за баб, а чтобы не терять лишние бабки, тем более, если винил там на 100 с хером слоев, это очень дорого выйдет, во-первых, чтобы просто сохранить. Можно его сохранить как бы бесплатно, через код. Как бы все винилы сохраняются в коде в твоей папочке ресурсов в МТА. Вот, и тот человек, который тебе нужен, ты просто у него просишь код, он тебе дает код, ты его сохраняешь, копируешь и заходишь на сервер, у тебя есть этот винил. Если твой друг нашел офигенный винил на третьем, либо на первом сервере, он тебе может скинуть этот код, и ты можешь вставить, и этот винил будет на твоем сервере. Все достаточно просто и легко. Также, если тебе делают винил на заказ, чтобы не париться, они могут просто тебе скинуть код, чтобы не заходить, не переписываться, не тратить бабки, ты можешь зайти и просто вставить код, и все. Ну, это реально очень полезный лайфхак. Кстати, если вы не смотрели мою предыдущую серию по лайфхакам на RedMir, где есть реально очень годные лайфхаки, которые мало кто знает, как бы ссылочка будет в описании, их там по факту не 13, а целых 14. Смотри, я думаю, тебе 100% понравится, и ты что-то узнаешь новое. Поэтому что, я думаю, приступаем к обзору. Ну да, погнали. Первое, это мы поедем в винильную Асэфли, ну вообще любую, это без разницы. Вот, покажу, что у меня нету винила, потом зайдем в код, вставим любой код любого винила, и зайдем опять на сервер, и я вам покажу, что он есть. Погнали. Знаешь что, для примера мы заезжаем в винильную студию Сан-Фьерро. Так, мы заехали, у нас теперь винилы, покраска. Да, конечно же, нам нужны винилы. И сейчас посмотрим, да, подожди, винилы, да, все верно. Вот, сохранение. И смотрим, какие у меня есть винилы. Конечно, есть очень интересных, как бы, названий для этих всех винилов. Вот, например, у нас есть винилы, можно ими просто сразу здесь удалить. Например, вот так. Точно хотите удалить, сохранить? Да, удалить. Вот, можно так удалять, либо можно удалять через файл. Также можно, как я сказал, как бы, вставлять винилы, что у вас здесь нет винилов, вы не ездили, их не сохраняли, они у вас появятся. А как? Ну, продолжаем смотреть. Вот вы запомнили, какие у меня есть винилы, и теперь мы должны поехать, как бы, в папку с игрой. Но передайте, нужно полностью выйти из GTA. После того, как вы вышли из GTA, вам нужно зайти в вашу папку с МТА. Дальше мы нажимаем Mods, дальше нажимаем Deadmatch, Priv, BF41F5, и здесь выбираем Paint. И здесь есть три файлика, и нам, конечно же, нужно Set. Нажимаем правой кнопкой мыши, изменить. И у нас открывается блокнот со всеми нашими, как бы, винилами. XML это открывает, SetName это делает, как бы, класс винила, блок, вот, и название винила, какие у меня записаны. Вот, все, что нам нужно, когда мы хотим добавить винил, просто опускаемся в самый низ. Вот, после Set делаем один пробел. Вот, и копируем уже готовый винил, который вам скинул друг. Например, вот так мне скинули винил, и он как-то так выглядит. Я беру его, копирую до конца, он капец длинный. Вот так, и до Set. Потом копирую, Ctrl-C. Все, теперь перехожу в папку, вставляю. Все, и теперь он у нас состоит вот так. Так, можно выше, да? Или нельзя? Выше, 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 выше. Ага, 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 ага. Вот, осел. Все. Теперь просто, как бы, сохраняем файл. Сохранить. И заходим в нашу МТА. Так, позиция выхода. У нас, по идее, должно быть, там, где мы выйдем, конечно же. Достаем мой автомобиль. Хуракан. Вообще, любой можете достать, это ничего не зависит. Как бы, да. И я скрещу пальчик. Я это делаю, пацаны, если честно, в первый раз. Вот, и надеюсь, все будет идеально. Ну, можно проехать, как бы, да. Вот, и винил этот у меня появится. Фух. Так, давай. Как бы, винилы. И сохраненные. И осел. Да, все верно. Нажимаем скачать. Вы точно хотите загрузить такие текущие винилы? На ТС будут утеряны. Загружаем. И, как бы, винил. СН-73 слоя. Из-за того, что у меня не тот автомобиль. Вы это не видите, но, как бы, винил готов. Если взять какой-то другой, как бы, да. Сейчас возьмем Е39. Надеюсь, на ней будет хотя бы видно. Так, заехали на Е39. Надеюсь, этот винил будет отображаться на ней. Так, винилы. Ага. Осел. Загрузить. Все. И, как вы видите, есть такой вот красивый осел. Да. И, в принципе, вот так можно бесплатно вообще брать. И, как бы, копировать себе винилы. Винилы. Только если вы будете его ставить, это вы можете только скопировать его бесплатно, да. Но ставить вам все равно придется за бабки. Поэтому это такой чистый лайфхак, если у вас есть друг, который нашел охеренный винил на третьем сервере от мира, либо на первом. Либо вы нашли на втором и хотите ему скинуть. Просто копируйте код, он просто вставляет и все. А давайте так, если этот видос наберет тоже 50 лайков, я солью этот винил в комментариях, как бы. В принципе, вот такой вот способ изичный, как можно делиться винилами. Но если у тебя нету винилов, а вот у твоего друга есть очень много, он тебе может просто кинуть этот файл прев, ты его скачаешь, скопируешь с заменой и все. И будут у тебя точно те же винилы, какие у него, чтобы не копировать вот эти все коды, если что. Лайфхак вам. Ну а у меня на этом все, вот такой вот видос вышел. Пишите в комментариях, на какие темы вам еще заснять видосы. Возможно, какие-то интересные фишки, баги, там знаете, либо что-то веселое. Нажимай на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ, 50 лайков сливай этот винил. Ведь это очень полезная информация, вряд ли кто много знает об этой фишке. Подписывайся на канал, ведь наша цель 3,5 тысячи подписчиков к новому году. Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Ну с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи пацаны и всем пока-пока.